всех приветствую на канале дмитров анс сегодня мы будем пытаться что-то сделать с ароматными муравьями вид это очень капризный уже убедился тем более у них и ватка заплесневела и в пробирке они развиваться тоже не хотят подозреваю что это такой вид который в пробирке развиваться не хочет и не может не знать тут уже вода пожелтела слегка вот я их уже сколько раз переселила в новую пробирку у них осталось всего два рабочих несколько солдатов и маточка который сейчас ближе всего к платке вот на заднем плане там рабочий бежит у них появлялись рюминами яйца на сейчас яиц нет будем пытаться с этим что-то делать я хочу сделать им какой-нибудь такой формикарий или подключить к пробирке арену к сожалению в интернете очень мало информации при содержании компонатус ксюаньбань или как еще его называют ароматного муравья но я все же решил рискнуть и купить этот вид но хочу попробовать его содержать потому что муравьи очень красивые интересненькие такие и очень такой интересный запах выделяют в случае опасности поэтому я их очень хочу вывести первое время находения в этой пробирке они пытались даже выгрызть вот эту ватку поэтому она здесь такая вот толстенькая ну сейчас буду пытаться что-то сделать и вот что я уже раздобыла это соусница пока я точно не знаю что есть не сделаю но хоть что-то уже нашел принципе в мегиперстве такая вещь как соусница достаточно ценная вещь поэтому из нее из нее можно сделать маленькую арену вот подключить допустим для каких-то мелких видов или делать формикарий но для этого нужно несколько соусниц или как я делала заревал туда гипс и делать такой инкубатор гипсовый сейчас подумаю и вот наконец-то моя попалась идея мне попался вот такой вот песочек самый обыкновеннейший уличный песочек взятый из песочника разумеется конечно он прокипяченый и все такое но вот пока это самое идеальное хочу заполнить соусницу немного песочком уложнить его и переселить до муравьев сделать примерно такую систему как для листорезов некоторые делают вот но думаю в таком микроклимате они уже будут размножаться и отец у меня здесь уже рабочий процесс соусницу я насыпал песка увлажнил его хорошенько в крышке соусницы прорезал небольшое отверстие и внутри крышку смазал антипобегом смесью талька и спирта кто не знает антипобег это такая дурно пахнущие для муравьев штука иногда сухая иногда жидкая не такая и если жидкая то масляная если сухая то это типа такого налета который специально делают на стенках формикария я именно делаю такую который типа налет и видите муравьи не любят запах этой жидкости и поэтому не некоторые не все муравьи рискуют перебегать ее конечно есть отдельные муравьи которые умеют перебегать это вот ну вот что у меня в колонии формик был там один такой который ее постоянно перебегал ну понял что она опасности не несет вот это ну короче говоря но есть виды вообще которым полный игнор это и жидкости который все до единого могут не знаю могут ли переодолевать ароматные муравьи сейчас проверим в крышке я проделал отверстие чтобы я мог кормить их туда надеюсь они там не будут рыть но песка им положил туда мало но будем надеяться ну вот муравьи уже заселены момент заселения снимать не стал так как мне было как бы не до того там что момент переселения особенно с вытряхиванием это очень сложный момент теперь надо их оставить в покое на некоторое время потом их покормлю старой пробирки вон там стоит старая пробирка в них видите уже разводится плесень поэтому ватку я достану и пробирку приспособил как он другому виду в принципе вот и все но еще есть одна важная новость которая как бы не имеет отношения к данному виде на имеет отношение к скорпиону и ко мне у скорпиона на одну из фасеток сбоку стала появляться то ли плесень то еще чё то ну сейчас я уже сомневаюсь что это пресс не возможно это было что-то другое не знаю она сейчас есть я решил переселить его в более сухое как бы вот песочек здесь ватка с водой потом уже выяснилось что он предпочитает сидеть на вот этой ватке с водой значит более влаголюбивый ну я его все же пересили так вот во время переселения переселения скорпион упал со стола я так и не понял как это произошло и упал мне на колени прямо а в момент полета он успел сквозь футболку меня ужалить прямо в живот два раза первый раз он у самый сильный ужалил меня это был самый большой потом еще один раз но уже меньше он я допустил а потом уже несколько маленьких укусов идущих друг за другом это уже такие царапинка вообще без яда я так него как он меня умудрился сквозь футболку тяпнуть да еще и падая но факт остается фактом воля тукуса было вообще незначительное как будто не тебе там почесывают но то место сильно покраснела появилась достаточно большая опухоль в том месте и в итоге все это по причине укусы я всю ночь вчера не спал почти всю ночь очень плохо мне было в результате я заснул была тошнота сильно и мы подозреваем что это либо от укуса либо я что-то не то съел так и не я еще не смог понять от чего это точно эти вот эти вот белые пятна на скорпионе если вы это всего лишь блики света вот вот там даже на свечке есть одно на голове вот и по причине укуса сегодня я сижу дома ну вот такая вот возникла не очень хорошая ситуация но яд итальянского скорпиона не не очень сильный как нам говорили что он там по силе укуса равен с укусом отцы нет он намного слабее он как укус комара даже может не такой болезненный как укус комара но сильная опухоль после него в том месте и это понимаю что яд не очень хорошо влияет на организм но скорпион все равно очень хороший я ему сюда делал несмотря на то что у меня был укус и вот такой вот для него красивый новый террариум подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи и всем пока